Артур Хейли. Вечерние новости. Первое сообщение о том, что на аэробусе 300 вспыхнул пожар и самолет идет к даллоскому аэропорту Форт-Уорд, поступило в здание, где был расположен отдел новостей телестанции Сибеи в Нью-Йорке всего за несколько минут до выхода в эфир первого блока национальных вечерних новостей. — Господи! — воскликнул другой выпускающий, сидевший за подковой. — А у нас есть хоть какая-то возможность получить картинку? Подковой назывался огромный стол, за которым могли разместиться двенадцать человек, и где каждый день с самого раннего утра и до последней секунды, пока работало телевидение ночью, планировались и составлялись основные программы новостей. На телестанциях-конкурентах это именовалось по-разному. На CBS — аквариумом, на ABC — ободом, на NBC — пультом. Но любое из этих названий означало одно и то же. Здесь сидели бесспорно лучшие умы телестанции, способные оценить новость и решить, как подать ее. Ответственный за выпуск, ведущий, старший выпускающий, режиссер, редакторы, текстовики, главные художники и помощники. Там же, словно инструменты в оркестре, стояли с полдюжины компьютеров, а также передающие новости телетайпы, целая фаланга телефонов и телемониторов, на которых можно мгновенно воспроизвести от неотредактированной пленки до подготовленного блока новостей и передач конкурирующих телестанций. Подкова находилась на четвертом этаже главного здания CBA в центре большого пустого помещения, вдоль одной из стен которого шли двери в кабинеты ответственных сотрудников, так что те могли на время сбежать туда из-под час накаленной атмосферы Подковы. Сегодня, как и почти всегда, на председательском месте за Подковой сидел ответственный за выпуск Чак Инсон. Худой и вспыльчивый, он был журналистом-ветераном, с ранних лет печатался в газетах и по сей день предпочитал по старинке внутренние новости международным. Ему исполнилось 52 года и по нормам ТВ он считался стариком, но был по-прежнему полон энергии, хотя и проработал четыре года на таком месте, где других едва хватало на два. Чак Инсон случалось и нередко, бывал груб с сотрудниками, он терпеть не мог людей и глупых, и болтунов. По одной простой причине — у него не было времени с ними разбираться. Сейчас была середина сентября, среда, напряжение за Подковой дошло до высшей точки. С самого раннего утра и весь день напролет те, кто там сидел, отбирали и выстраивали материал для национальных вечерних новостей. Корреспонденции просматривались, обсуждались, передвигались, отклонялись. Корреспонденты, выпускающие, разбросанные по всему миру, предлагали идеи, получали задания и присылали материал. В результате события за день сводились к текстам восьми корреспондентов длительностью от полутора до двух минут, двум комментарием и четырем пересказом событий. Комментарии давал ведущий на фоне картинки, а пересказ делал ведущий без картинки. И для того и для другого выделялось в среднем двадцать секунд. Сейчас из-за Далласского сообщения, а до эфира оставалось меньше восьми минут, возникла необходимость перестроить все новости. Хотя никто не знал, сколько еще поступит информация и будет ли зрительный ряд, надо было снимать один из сюжетов и сокращать другие, чтобы включить известие из Далласа. А это означало, что для балансировки придется менять и последовательность изложения событий. Передача уже начнется, а продолжение ее еще будут перестраивать. Такое часто случалось. «Всем! Новый план передачи!» — последовал сухой приказ Инсона. «Начнем с Далласа. Кроув дает пересказ. У нас уже есть сообщение по телетайпу?» «Только что поступило от АП, оно у меня», — ответил ведущий Кроуфорд Слоун. Он как раз сейчас сидел за подковой на своем обычном месте справа от ответственного за выпуск и читал бюллетень Associated Press, который ему вручили несколько мгновений назад. Его резко очерченное лицо, волосы с проседью, волевой подбородок и властная уверенная манера держаться были знакомы примерно семнадцати миллионам телезрителей, которые почти каждый вечер видели Слоуна на своих экранах. Кроув Слоун тоже был журналистом-ветераном, неуклонно продвигавшимся вверх по служебной лестнице. Особенно большой рывок он сделал после того, как поработал корреспондентом себе и во Вьетнаме. Потрудившись за тем репортером в Белом доме, а потом в течение трех лет выступая каждый вечер в роли ведущего, он стал как бы национальным достоянием и принадлежал к элите средств массовой информации. Снова раздался громкий голос Синсона. Просмотрев первоначальный план передачи, он сказал одному из трех старших выпускающих «Убейте Саудовскую Аравию, снимите пятнадцать секунд с Никарагу». Словно передернуло, когда он услышал решение убрать сюжет о Саудовской Аравии. Это была важная новость о планах, связанных с продажей нефти, к тому же хорошо подготовленная на две с половиной минуты корреспондентам Сибей по Ближнему Востоку. А завтра этот сюжет уже не пройдет, так как известно, что этими данными располагают и другие станции, и они передадут их сегодня вечером. Слон не сомневался, что новость из Далласа надо оставить на первое место, но если бы ему предложили решать, он снял бы сюжет об американском сенаторе, занимавшемся неблаговидными делами на Капитолийском холме. А законодатель втихую проставил сумму 8 миллионов долларов в поистине гаргонтьюанский законопроект, чтобы услужить своему другу, давшему денег на его избирательную кампанию. Эта вашингтонская история, хоть и красочная, была не столь уж важной новостью. Коррупция среди членов Конгресса стала обычным явлением, но Чак Инсон мрачно подумал Слоун, принял характерное для него решение — снять международную новость. Отношения между этими двумя людьми, выпускающим и ведущим, никогда не были особенно хорошими, а в последнее время значительно ухудшились из-за разногласий относительно того, что упускать в эфир. Казалось, они все больше расходились в главном. Не только каким новостям каждый вечер отдавать предпочтения, но и как их освещать. Слоун, например, предпочитал углубленную разработку нескольких основных тем. Инсон же стремился втиснуть в передачу, возможно, больше новостей, даже, как он частенько говорил, давая некоторые скороговорки. При других обстоятельствах Слоун стал бы возражать против снятия материала о Саудовской Аравии и, возможно, добился бы положительного решения. Ведущий является ведь одновременно и главным редактором и имеет право включать в передачу те или иные материалы. Только вот сейчас не было на это времени. Между окончанием первого блока и началом второго было две минуты, и Круфорд Слоун воспользовался этим перерывом, чтобы позвонить Чаку Инсину. — Послушай, — сказал Слоун, — я считаю, надо вернуть на место материала Саудовской Аравии. — Я знаю, — не без сарказма ответил Инсон, — что у тебя большое влияние. Ну, в таком случае устрой нам пять минут дополнительного времени. Идет? — Нечего играть в бирюльки, это важный материал. — Ты такой же скучный, как нефть. — Я говорю нет. — А имеет значение то, что я говорю да. — Безусловно имеет. Поэтому мы поговорим об этом завтра. А пока я тут все-таки кое-за что отвечаю. — Что не исключает, а вернее, должно включать разумное отношение к международным новостям. — У каждого из нас своя работа, — сказал Инсон. — И время твоей как раз подходит. — Пятнадцать секунд, — раздался голос режиссера. — Да, решил про себя Слоун. Завтра надо будет провести разговор с Инсеном. Разговор откровенный. Инсон, пожалуй, уже пересидел. Пора ему уходить. Очаг Инсон, по окончании второго блока новостей, хмурый, с поджатыми губами, зашел к себе в кабинет, чтобы взять с десяток журналов, которые он вечером читал дома. Читать, 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 быть в курсе событий на множестве фронтов, являлось обязанностью ответственного выпускающего. Где бы он ни находился, и какой бы ни был час дня, Инсон хватал газету, журнал, бюллетень, публицистическую книгу, а иногда какую-нибудь совсем неизвестную публикацию, как другие хватают чашку кофе на свой платок или сигарету. Он часто просыпался ночью и читал или слушал новости, передаваемые зарубежными радиостанциями. Дома посредством персонального компьютера он получал все основные новости телеграфных агентств и каждое утро в пять часов все их просматривал. По дороге на работу он слушал в машине известия по радио, главным образом станцию CBS, чьи радиопередачи считал, как и многие профессионалы, наилучшими. По мнению Инсона, именно широкое знакомство с ингредиентами новостей и темами, которые интересуют простых людей, и позволяло ему судить о том, что следует давать в эфир с большей компетентностью, чем Кроуфорду Слоуну, который часто рассуждал с элитарных позиций. У Инсона была своя философия насчет миллионов телезрителей, которые смотрят национальные вечерние новости. Большинство телезрителей, по его мнению, жаждут получить ответ на три основных вопроса. Спокойно ли в мире? Могу ли я быть спокойным за свой дом и свою семью? Произошло ли сегодня что-то интересное? Инсон старался, чтобы новости каждый вечер давали ответ прежде всего на эти вопросы. Устал я до смерти. Со злостью думал Инсон. Сражаться со Слоном, державшимся позицией, я знаю все лучше всех, я святее самого папы при отборе новостей. Поэтому завтра они выскажут друг другу все без обиняков. Инсон скажет то, что он сейчас по этому поводу думает, и плевал он на последствия. А какие могут быть последствия? Ну, в прошлом, когда возникал спор между ведущим и ответственным за выпуск, побеждал неизменно ведущая, выпускающему приходилось искать себе другую работу. Но сейчас многое стало меняться. Возник другой климат, да, к тому же, рано или поздно с чего-то все начинается, и ведущий может уйти, а выпускающий остаться. Имея в виду такую возможность, Инсон несколько дней назад провел разведку и строго конфиденциально поговорил по телефону с Гарри Партриджем. Согласился бы Партридж, спросил Инсон, уйти из холода, обосноваться в Нью-Йорке и стать ведущим национальных вечерних новостей. При желании Гарри способен был заставить себя слушать и вполне мог подойти для этой роли. Он ведь не раз уже демонстрировал свои способности, замещая Слоуна, когда тот уходил в отпуск. Реакцией Партриджа было изумление и неуверенность, но, по крайней мере, он не сказал нет. Кров Слоун, конечно, ничего не знал об этом разговоре. Так или иначе, Инсон был уверен — хватит до бесконечности припираться со Слоуном. Надо разрубить этот узел. Реакцией Партриджа